Дорогие друзья, утро доброе, 13 апреля у нас на календаре. Меня зовут Филипп Березин, главный редактор портала «Фриандром. Недвижимость за рубежом». Мы начинаем очередной эфир, посвященный самым актуальным вопросам покупки содержания зарубежной недвижимости. Дорогие друзья, после трагедии февральской в Турции на короткое время страна, которая 4-5 лет назад была в топ-10, поближе к 30-10, в прошлом году на втором месте покупателей зарубежной недвижимости, вышла даже в лидеры. Это объединенные Арабские Эмираты. Причин там много, о них мы сегодня как раз будем говорить с нашими экспертами. Но тема, которую мы сегодня, по каким углам мы сегодня на недвижимость Объединенных Арабских Эмиратов хотим посмотреть, она несколько необычная. В любой стране есть недвижимость условно дорогая, условно дешевая. Да, и, собственно, когда мы говорим о... И отлично, не так много чего-то, что называется, бюджетного. И сегодня в той или иной степени мы этот стереотип развеем или, может быть, укрепим с экспертами компании Just Prime Homes. Я с удовольствием представляю руководителя направления Объединенной Арабской Эмираты Just Prime Homes Анну Жарову. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Всем добрый день. Я знаю, что сегодня у нас на вебинаре также присутствуют наши клиенты, с которыми мы уже работаем. Спасибо большое, что пришли нас послушать. Также добрый день всем, кто увидит нас первый раз. Надеемся, будет очень полезна для вас та информация, о которой мы сегодня расскажем. К ним представляю Акмала Ибадулуева, эксперта по недвижимости Объединенных Арабских Эмиратов, компании Just Prime Homes. Акмал, здравствуйте. Здравствуйте, Филипп. Всем привет. Отлично. Ну, перед тем, как задать, собственно, вопрос уже по недвижимости и по специфике объектов относительно недорогих, объявление. Чат у нас работает, вы можете комментировать, задавать свои вопросы. Всем мы, безусловно, пришлем информацию по итогу вебинара, собственно, будет и статья, будет видео, если вы все посмотреть не сможете, сможете посмотреть чуть позже. В чате сейчас, безусловно, опубликуем контакты компании Just Prime Homes и отдельно, через несколько секунд, опубликуем тот вебинар, запись вебинара, который с компанией Just Prime Homes мы проводили примерно месяца полтора-два назад, по-моему, как-то так. В середине февраля. В середине февраля. Там тоже было много всего интересного, был довольно большой ажиотаж, говорили о разных Эмиратах. Сегодня чуть больше будем говорить о Дубае, но коснемся и других Эмиратов также. Анна, пока вот к нам еще зрители присоединяются, для начала буквально несколько слов о вашей работе, о том, кто вы, собственно. Да. Наша компания называется Just Prime Homes, и на российском рынке это единственное агентство, которое продает зарубежную недвижимость, которое также является дочерней компанией крупной юридической фирмы, которая существует с 1994 года. Это фирма Cliff, соответственно, одно из больших преимуществ, то, что вы можете быть уверены в безопасности наших сделок, также у нас очень сильная юридическая команда, мы проверяем всех наших контрагентов, мы сопровождаем все наши сделки, также можем предоставить большой объем услуг именно по юридическим вопросам. Второе большое наше преимущество, то, что мы являемся агентством полного цикла, мы не только продаем недвижимость, мы также управляем этой недвижимостью для сдачи в аренду, мы также перепродаем, находим инвесторов, то есть все наши рекомендации, они основаны на опыте сдачи квартир, на опыте продажи квартир, мы не даем каких-то сумасшедших нереалистичных прогнозов за все цифры, которые мы вам здесь говорим, мы отвечаем, соответственно, потому что мы понимаем, что в дальнейшем, скорее всего, мы же будем вам сдавать ту квартиру, которую мы вам продали, и отвечать за тот ROI, который мы вам прогнозировали, и находить инвесторов, если вы захотите выйти из инвестиций. Окей, спасибо большое. Ну что ж, говорим сегодня, кто-то говорит дешевая, кто-то говорит бюджетная, кто-то говорит недорогая недвижимость в Украинских федераторах, конкретно в Дубае. Акмалов, о каких цифрах вообще можно говорить, если мы употребляем по отношению какой-то недвижимости в Дубае слово недорогой? И что это вообще такое? Так, по бюджетным вариантам недорогим в Дубае считается цифра, стартовая цена 150 тысяч долларов. И оно 150-200 тысяч долларов, и отчасти бывают уникальные проекты, которые бывают ниже этой цены. За 140, за 145, да, или за 130 тысяч долларов. Поэтому стартовая цена 150 тысяч долларов, бюджетные варианты в Дубае считаются. Что здесь основная причина, почему такие варианты являются бюджетные? Почему недорогое становится недорогим? Недорогой недвижимостью в Дубае считается, во-первых, локация. Их делают локации, это не первая линия, не вторая линия, да. Это новые районы, новые развивающиеся районы Дуба, о которых мы сегодня будем говорить. Также там не все удобства могут быть, как, скажем, класса люкс недвижимости. Могут быть без мебели, например, или там может быть отделка, без отделок могут быть проекты. Опять-таки все зависит от застройщика еще. Поэтому недорогим делают вот эти факторы. Ну, забегая вперед, да, на рынке Дубае сейчас очень много предложений, в том числе в бюджетном сегменте. И, соответственно, нужно очень хорошо анализировать бюджетные сегменты, понимать, почему конкретно вот эта вот квартира, она столько стоит, и какие у нее действительно дальше перспективы. Мы приготовили несколько проектов, которые прямо сейчас находятся в продаже, которые с точки зрения доходности от аренды и даже от перепродажи, если клиент захочет выйти, они находятся на уровне с более премиальным сегментом. То есть мы вот специально именно те проекты, которые мы можем рекомендовать, сегодня покажем. Окей, смотрите, вот вы назвали, как мал, цифру в 150 тысяч. Тем не менее, ну, сказали, что есть варианты немножко подешевле. Тем не менее, в общем, ну, если открывают там прайсы разные, ты можешь встретить и варианты дешевле, 120, и мы сейчас говорим о Дубае. Есть варианты там около 100. А что это такое, какие здесь риски есть, почему вы назвали именно ту цифру в районе 150 тысяч? Мы назвали в районе 150 тысяч долларов те проекты, за которые мы реально отвечаем. И Анна правильно сказала, что существует куча проектов каждый день, каждую неделю, каждый месяц бывает лаунчи, это открытие проекта, объявление, да. И мы делаем фильтрацию проектов. Фильтрация проектов означает, что мы знаем, мы работаем, есть застройщики, с которыми мы работаем достаточно давно, есть застройщики, которые появились только недавно на рынке, но они хотят заявить о себе. И в этом плане они строят очень дорогие объекты, но не по дорогим ценам. Им нужно как-то вливаться в рынок, потому что сейчас очень много крупных игроков на рынке недвижимости, крупных застройщиков имеется в виду, да. Соответственно, мы предлагаем клиентам альтернативные также варианты. Плюс, почему 150 тысяч долларов, оно же не стопроцентно оплачивается, мы предлагаем еще и с рассрочкой, что делает главным кредо нашу компанию. Потому что не каждый инвестор, согласитесь, может себе позволить оплачивать сразу 100% наличными эту сумму. Мы предлагаем от 1 до 3, а может и иногда до 5 лет рассрочки, да, оплатить, беспроцентную рассрочку оплатить недвижимость в Дубае. Поэтому именно фильтрация делает самым главным, мы предлагаем то, что мы знаем, то, что мы продаем, и в этих проектах мы реально уверены, мы можем сдать их в аренду. Самое главное. Окей, но давайте тогда я сейчас включу презентацию. Один момент по поводу локейшн все-таки. Вы сказали, что цена вот 150 плюс-минус, бюджетный вариант, это не первая, не вторая линия. Ну, объективно, на первой и второй линии свет клином и не сошелся, многим это даже не нужно, да, особенно если ты живешь постоянно. Я уже включу тогда. Пожалуйста. Вот несколько слов по карте, правильно ли я понимаю, что овалом, как мы возведены все локации, которые вы предлагаете? И как это сделано? Пожалуйста, Анна. Да, здесь обозначены локации, которые мы рекомендуем. Вот это вот первый кружок, это вокруг GVC района, да, то есть здесь видно, что локация, чем она хороша. Несмотря на то, что это не первая линия, да, но здесь очень хорошая доступность, и недалеко находятся все знаковые центральные объекты, главные, да, Пальм Джумейра. Дубаймолл, Марина, то есть здесь вы как бы вроде бы с одной стороны живете в таком недорогом районе, да, так покупаете себе жилье, но с другой стороны вы как будто бы и в центре Дубая находитесь. Вот, и, соответственно, второй район, почему мы его выделили и почему мы здесь считаем, что будет очень хорошая доходность по этим объектам, это потому что это район, в котором строится сейчас лагуна. И, соответственно, когда она будет построена, это очень сильно повлияет на стоимость жилья в этом районе, особенно на те проекты, которые находятся на первой линии. У нас сегодня есть такой проект один, и вот этот вот район, он будет очень сильно развиваться, расти в цене. Также он находится недалеко от бизнеса такого центра Дубая, да, там вот бизнес Бэй недалеко. То есть это два таких центра, ну, то есть Дубай он такой распределенный, да, и там есть какие-то несколько своих локальных центров. Вот это два таких основных центра, вокруг которых будет очень хорошо расти цена и в которых будет очень хороший спрос на аренду. Соответственно, за счет того, что у объектов стоимость достаточно умеренная, да, то ROI будет достаточно высокий. Окей, вот просто чтобы было понимание, вот мы эту карту видим, масштаб ее так условно понятен. Вот расстояние от воды, ну, я имею в виду от большой воды, здесь примерно какое? Это километр, два, три, пять, вот и до конца понятно. Если мы говорим о районах, которые мы предлагаем, например, GVC, Sport City, Arjun, то здесь на машине максимум 7-10 минут. Это даже с учетом пробки. Это сторонние у кого-то сейчас. Так, это у меня, наверное. Ага. На машине до ближайшего моря, до ближайшего пляжа 7-10 минут, до ближайшего большого Mall of Emirates 5 минут. То есть все рядом. Эти районы, почему самые такие топовые считаются, которые мы предлагаем новые, они имеют удобную транспортную развязку. По всем параметрам, по всем направлениям. Именно поэтому мы и хотим сегодня предложить эти варианты. Ну, давайте тогда еще все-таки вы сказали, что есть варианты и подешевле, но не все вы готовы рекомендовать. Вот, если мы смотрим, ну, те объекты, которые, ну, по карте, условно говоря, ниже, вот там тоже какие-то есть кварталы, да, левее, правее, в чем там особенность, в чем там, возможно, минусы? Можно я начну, а потом Акмал меня дополнит. Не обязательно это должны быть какие-то вот районы, которые мы не рекомендуем, да, не обязательно это какие-то суперодаленные районы. Например, могут быть с виду достаточно интересные районы по внешним каким-то признакам, да, но если не знать специфику и инфраструктуру, что там находится, невозможно понять, почему мы их не рекомендуем. Вот, например, есть проекты в районе Мотор-Сити, вот, и там в этих проектах, Мотор-Сити — это район, в котором находится гоночный трек, и, соответственно, там достаточно шумно, и, ну, мы понимаем, что гоночный трек, он там навсегда, это не что-то такое, что в течение года, да, там, эта проблема как-то уйдет, там, что-то достроится и так далее. Да, соответственно, ну, это будет влиять на комфорт, там, проживание, и, скорее всего, как-то дорого, хорошо сдать вот эти квартиры не получится. Вот, начиная с вот таких вот моментов особенностей, да, ну, и заканчивая, конечно, локацией, если мы понимаем, что это очень район с неразвитой инфраструктурой, то есть вы будете сначала сдавать дешевле, да, чем, может быть, в каких-то других объектах со схожей ценой, просто потому, что там еще не все построено, и, ну, у вас будет достаточно долгая окупаемость по этому проекту. Вот, Акмал, наверное, меня дополнит. Акмал, нет, есть что-нибудь дополнить, пожалуйста? Все правильно, все правильно, именно локация делает самым таким значимым, да, но есть локации, которые далеко находятся, например, от центра Дубая, но там готовые комьюнити есть, мы это тоже предлагаем, но так как большинство наших инвесторов, хотят ближе к морю, у нас такой запрос, да, где-то вот 80%, мы и, соответственно, предлагаем ближе к морю, и удобная транспортная развязка, потому что они в обязательном порядке где-то работают, где-то будут там отдыхать и сдавать, соответственно, квартиру. Эти моменты делают, скажем, значимыми, да, те проекты, которые мы сегодня будем презентовать. Хорошо, скажите тогда еще один момент, вы сами употребили это волшебное слово комьюнити, а вот контингент в таких комплексах, кто это? Кто те люди, которые там живут? Кто те люди, которые там арендуют? Насколько вот это слово бюджетное или недорогая в данном случае является определенным каким-то негативным значением? Я чуть-чуть вмешаю здесь, скажу просто, что здесь на местном сленге, когда мы говорим о комьюнити, имеется в виду, что это полностью готовые районы, это не просто там люди, да, кто они там, хипстеры или офисные работники, это именно то, что ты живешь, у тебя все комфортно, у тебя там спортивная инфраструктура, школы, магазины, все есть, соответственно, даже если это какой-то чуть более отдаленный район, но при этом он полностью хорошо, красиво построен, и от него удобная транспортная доступность до основных центров, это все равно хороший район, там хорошо будут сдаваться квартиры. Вот, это был такой момент, а сейчас Сакмал ответит на ваш вопрос. Да, все равно мой вопрос актуален, да. В основном в этих районах живут офисные сотрудники, офис-менеджера, те, кто имеет свою машину, это первый момент, второй момент, те, кто им позволяет себе ездить на такси, на общественных транспортах. Почему? Потому что большинство специалистов, которые в этих районах живут исключительно специалисты, потому что бюджетный район не означает бедный район, это наоборот район интеллигентных людей, здесь очень много творческих людей, очень много бухгалтеров, финансовых, аудиторов, да, спортсменов, спортивных тренеров, коучеров, бизнесмены, да, они в основном работают в центре, в бизнес-бэе, в даунтауне, в торговом, в международном торговом центре, брокерами, например, да, финансами, но они ездят на машине, потому что это очень удобно, рано утром где-то в 9-10, если мы, скажем, они ездят на машине, то максимум через минут 12-15 минут, опять-таки с учетом пробок имеется в виду, они будут в удобной для себя локации. Поэтому это и есть контингент, в котором живут, потому что рабочий класс здесь не живет, рабочий класс в основном живет там, где в основном метро рядом, и есть старый Дубай, вот там очень много, и там действительно живут очень, скажем, бюджет, прям супер бюджетные люди, там действительно дешево. А эти районы, которые мы предлагаем, средний район, премиальный тоже район, здесь живут вот такие, скажем так, специалисты. Уточнить тогда еще хочу, все-таки для понимания, можно ли сказать, что вот эти места, они все-таки в меньшей степени для туристической аренды, ну просто потому что уж если я турист и приехал на две недели, для меня каждый день даже там 20-30 минут терять до моря в меньшей степени интересно. А вот долгосрочная аренда, это скорее вот про эти районы. Да, почему? Потому что если вы приехали на две недели, и вы, соответственно, хотите, а, быть в Дубай-Марине, там, где первая линия, да, пляж, или хотите быть на Пальм-Джумере. Но как показывает наш опыт, наша практика, ну ближайшие, скажем, 10 месяцев, 22-23 года, вот первый квартал завершится скоро, завершился, да, и мы можем сказать, что для туристической аренды в самый раз стали именно вот эти новые районы, жилые районы. Почему? Потому что здесь есть то же самое, что и есть на первой линии. Единственный момент, они будут добираться до пляжа, до ближайшего моря на машине или на такси, соответственно, да. Плюс они также могут взять здесь Дубай, это город мирового класса, бренд. Здесь есть машина на любой вкус, от обычной бюджетной до спорткара. Вы можете просто взять в аренду, как и делают наши, да, арендаторы. Они просто берут машину, экономят деньги на этом. Они берут, например, Феррари, условно говоря, ездят там на Феррари, там на пляже. Это тоже вариант. Поэтому не сказал бы, что именно прям эти новые районы не имеют, скажем так, спроса на туристическую арену. Готовый кейс приведу. Буквально позавчера у нас на районе Спорт-Сити, в районе Спорт-Сити сняли муж и жена, семейная пара из Саратова. Они приехали именно с конкретной целью увидеть Дубай с точки зрения туризма. Вот и все. Они взяли машину, у нас есть такая услуга, да. Они взяли Мазерати на три дня всего лишь и все. Ездят чистые туристы. Поэтому мы не можем говорить о том, что... Конечно, Филипп, ваши слова имеют конкретные моменты, конкретный спрос. Да, обычно спрос бывает на первой линии, но, как показывает сейчас практика, опыт, там все заполнено арендаторами, и, соответственно, они будут искать альтернативные варианты, в чем мы и не можем. Я еще, наверное, здесь немножко резюмирую, дополню, да. Да, это более про долгосрочную аренду, это правда. Есть сегмент туристов, которые рассматривают эти районы, потому что они там хотят сэкономить, потому что сейчас уже очень дорого стоит первая линия. Тоже факт. Да, ну, за счет того, что в этих локациях сдать можно дорого, а цена за объект, она достаточно бюджетная, то получается все равно ROI, там до 12%, мы там более детально прокомментируем по каждому объекту. Да. Да, то есть это ROI, который, в принципе, характерен именно для краткосрочной аренды. Да, но за счет того, что бюджетный объект сдаем за хорошую цену, он получается уже для долгосрочной. Окей. Такой еще момент, опять же, в общем, но тем не менее. Вы, Мал, сказали, что инфраструктура таких проектов, какая бы она ни была, она замечательная, она все равно от премиальных вариантов отличается. Все-таки, вот что в таких объектах, особенно если мы говорим о новостройках, сейчас есть и чего в них нет? В новостройках, которые сейчас будут строиться, начиная от 2023 года, там уже будет все, что есть в первой линии. Ну, они будут достроены уже в 2024, 2025 и последующих годах. Потому что новый стандарт Дубая предусматривает, новый стандарт Дубая, скажем, сделаю explain, резюмирую, что это означает. Новый стандарт Дубая гласит о том, что с февраля месяца 2023 года принято мэрией, да, шейхом Дубая о том, что во всех районах, где бы это ни было, во всех районах Дубая были такие инфраструктуры, как бассейн, спортзал, если будет такова возможность, раздельный спортзал, раздельный бассейн, включая детский бассейн, обязательно детская площадка, обязательно открытый кинотеатр, потому что здесь круглым годом лето, да, открытый кинотеатр и, соответственно, барбекю-зона. А для мужчин, для компаний, вообще кто празднует вообще день рождения, какие-то события, вечеринки. Вот. Это, скажем, готовая инфраструктура для того, чтобы человек мог, не выходя из своего комьюнити, сообщества, да, готового из своего здания, там, библиотек тоже есть, не выходя, все купить, там, магазины на ground floor и т.д. До 2023 года, как выглядят бюджетные варианты, что там, чего там нету, сразу скажу. Там, в некоторых проектах отсутствует детская площадка, те, кто хотят снимать или купить квартиру, если это семьи, да, например, вам в этом bedroom, отсутствует детская площадка. Это до 2023 года. Не все, конечно, проекты, но есть такие проекты, да, большинство. Далее, отсутствует, например, детский бассейн. Отсутствует, например, барбекю-зона, отсутствует место прогулочной зоны, отсутствует йога-центры. Здесь есть йога-центр, он уже утвержден, да, отсутствует беговая дорожка вокруг, например, комплекса. Поэтому это и есть, это не минусы, можно так сказать, но это недостатки, которые могут повлиять на покупку, на аренду каждого инвестора-арендатора. Окей. Давайте перед тем, как мы уже перейдем к конкретным объектам и покажем объекты, после этого мы еще вернемся к некоторым общим вопросам. Во-первых, у кого есть какие-то вопросы по конкретным вариантам, пожалуйста, задавайте сейчас самое время. А давайте сейчас немножко поговорим про инвестиционную перспективу. Тут начну с небольшой такой предыстории. Статистика показывает, что в среднем цены, в среднем цены в Дубае в прошлом году выросли процентов на 12-13. Есть разные цифры, но порядок примерно такой. Есть цифра, которая показывает, что премиальные объекты выросли значительно и в некоторых случаях даже двукратно. Соответственно, получается, что объекты более бюджетные растут более скромными темпами. Анна, как вы прокомментируете, как специалист по инвестиционной истории? Да, это правда. Спрос на люкс-сегмент в Дубае превышает очень сильно предложение, поэтому люкс растет быстрее всего. Такой премиум-сегмент, про который мы сейчас говорим, да, и чуть дороже. Он будет чуть-чуть замедляться по сравнению с 2022 годом, но как бы все равно будет значительный рост. Дальше уже нужно смотреть на конкретные проекты, потому что там 10% роста за год – это очень усредненная цифра, это значит, что кто-то вырастет на 3, а кто-то на 33, да. Соответственно, вот, например, если возвращаться к началу вебинара, я говорила, да, что построится лагуна в 27-м году, и, например, по проекту, который сейчас находится на первой линии лагуны, мы ожидаем, что будет до 40% прироста, несмотря на то, что это объекта в премиальном сегменте, да. В принципе, здесь не существует, мы называем бюджетное, да, чтобы было более понятно, но, в принципе, вся недвижимость, она делится на элитную и премиальную, бюджетные, может быть, даже не очень правильно называть. Ну, смотрите, тогда такой вопрос. Значит, все-таки два способа заработка. Сходишь на стадии космолана, ждешь, пока достроится, продаешь. И вторая история арендная. Про арендную чуть позже, давайте тогда про первую. Как вам видятся, ну, такие средние перспективы, и потом, когда мы уже будем, наверное, о конкретных проектах говорить, вы скажете уже более конкретные стихи, но все-таки. Это что? Это вот вход в правительство. Как меняются цены и как застройщики их улучшают? Если мы говорим вот про премиальный сегмент, то здесь мы все-таки рекомендуем рассматривать в долгую инвестицию. Это в первую очередь именно арендный доход, во вторую очередь это перепродажу, но уже когда будут с пониманием, да, когда именно это надо перепродавать. То есть очень быстро зайти и сразу выйти для вот этих объектов. Эту стратегию мы не рекомендуем. Выходить инвестиции. Сразу уточню, вы сказали в долгую, сказали быстро зайти, быстро выйти. Если во времени все-таки называть, это месяцы, годы, вот что это такое? Ну, до года выходить из этих инвестиций мы не рекомендуем, скорее всего, какого-то большого прироста вы не получите. От года это от 10% и выше. Там уже разбираться в конкретных объектах, да, опять-таки есть какие-то знаковые точки, после которых ожидается значительный прирост. Где-то это завершение строительства инфраструктуры в районе, где-то это завершение строительства самого комплекса, где-то, да, это какая-то, вот как лагуна, например, знаковые какой-то инфраструктурные объекты, которые на все повлияют. Ну и, ну, если брать, например, какие-то конкретные кейсы, то у нас будет сегодня презентация по проекту Westwood Grande, там вторая очередь. Те клиенты, которые у нас покупали на первой очереди, они за год получили от 15% до 20% в зависимости от типа объекта. Сейчас в этом сегменте, в этих проектах самыми ликвидными являются студии. Они лучше всего дают доходность по аренде и с точки зрения перепродажи быстрее всего растут. А студии потому, что их охотнее арендуют или потому, что просто стоимость у них дешевле? Охотнее арендуют, ну, в принципе, я думаю, что это не только для рынка Дубая характерная ситуация, да, это везде так. Студия самая, самая ликвидная единица недвижимости. Ну, да, там где... В Дубае, в принципе, сейчас еще двухкомнатные квартиры набирают, следующие за студии, да, то есть либо это один кто-то живет и минимально, на минимальной площади, да, то есть это студия, либо следующий вариант – это семья, и они уже рассматривают ту бедрум. Окей. Акмал, вот чуть-чуть маленькое лирическое отступление вот по поводу парковочных мест, раз уж спросили, вы, собственно, ответить ответили, но все-таки один момент. Что собой представляют парковки в таких объектах, как правило? Это какая-то открытая парковка или, наоборот, подземная, или это баня? И, забегая вперед, если мы говорим о ценах, цена включает в себя парковку или нет? Как это обычно происходит? Да, тут задали вопрос про парковочное место. Это один из часто задаваемых вопросов инвесторов. Парковочное место, выбор парковочных мест, выбор ДЛД, земельный департамент Дубая, оставляет это право застройщику. То есть застройщик, прежде всего, у каждого застройщика есть сейсмий специалист. Это специалист по, скажем, вдруг там землетрясения какие-то, катаклизмы будут, он вот это все учитывает по каждой локации. У каждой локации свои специфические моменты. Поэтому есть как наземные парковки, например, четыре этажа или двухэтажные парковки, есть подземные. Они все бесплатные. В некоторых проектах, в большинстве проектов, если вы покупаете от студии до двухкомнатных квартир, предоставляется одно бесплатное парковочное место. Если вы купили трехкомнатную и выше, и вам предоставляется уже автоматически две бесплатных парковочные места. Поэтому все проекты в Дубае, вообще в Эмиратах, включая другие тоже Эмираты, имеют бесплатное парковочное место, оно включено в стоимость проекта. Это абсолютно верно. Анна, ну и тогда возвращаясь ко второй схеме инвестиционной, о которой мы говорим, если мы рассматриваем возможность покупки и сдачи в аренду. Даже знаете, с чего начнем? Вот вы сказали, что вы не рекомендуете в течение года продавать, а продавать по завершении. Вот есть ли варианты, что вот тут вы рекомендуете продать по завершении, а тут вы рекомендуете оставить себе и еще в аренду сдавать? Или, по большому счету, все эти варианты относительно неплохие, универсальные и для сдачи в аренду, по вашему ощущению. Ой-ой-ой, звук, 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 звук. Звук, звук, звук. Мы это отключаем. Да, прошу прощения, сегодня я немножко на бегу. Звучит, да. Вот, поэтому такие ситуации возникают. Все эти квартиры, которые мы сегодня предлагаем, в первую очередь рассчитаны на арендную доходность. Выходить из этой инвестиции в какой момент? Это уже на усмотрении инвестора. Очень многие инвесторы заходят в более бюджетный проект. Потом, когда мы отмониторим цены, и, например, они хотят выйти из этого проекта, вложиться в более премиальный, ну вот, тогда да, тогда в какой-то там выгодный момент, соответственно, можно выйти из этой инвестиции. Но, в принципе, это все рассчитано. То есть такого, что какую-то квартиру обязательно нужно будет в какой-то момент продать, иначе она не станет приносить арендный доход, такого нет. Окей, как вы видите возможные, вероятные цифры доходности, по крайней мере, может быть, ориентируясь на текущий спрос? И понятно, что объект, который строится, сдавать ты его пока еще не будешь. Но для понимания, просто по чем сейчас сдаются те объекты, которые похожи на те, которые сейчас и возводятся параллельно? В среднем, в сегменте, про который мы сегодня говорим, средняя арендная доходность, вымирать Дубай, составляет от 6 до 8%. Те объекты, которые мы выбрали, по ним доходность от 8% начинается, от 8 и до 12. Вы говорите о чистой доходности уже после выплаты коммунальных платежей и так далее? Да, это чистая доходность. Мы считаем только чистую доходность, не завышая. И такой тогда еще вопрос. Элитный проект, ну, условно говоря, если в проекте есть бассейне, нет бассейна, понятно, это не для ОЭТа, возможно, бассейн есть везде, но если в проекте бассейн есть, ты должен платить за его обслуживание, и вот эта сумма, она всегда выше. Но здесь вы говорите, что практически вся эта урана есть. Что такое? Означает ли это, что по большому счету плата за содержание в бассейне, в такого рода обликсах, она не особо отличается от глядового содержания в обликсах более высокого уровня, который просто, скажем, близне находится к морю. Узначай, у меня. Мы сегодня, в конце, после того, как презентацию завершим, у нас есть такая рубрика, мини-рубрику мы начнем, называется «Процесс сделки от А до Я». То, что вы говорите, я все объясню подетально сегодня зрителям, которые хотели бы, у них кипит вот это все, да, мы все расскажем на программе. Отложим вопрос чуть-чуть, да, подальше. Давайте тогда поговорим о конкретных вариантах. Итак, друзья, если будут какие-то вопросы, относящиеся к объектам, вот сейчас по ходу дела, вы, пожалуйста, отмечайте, все-таки, называйте какой объект, чтобы мы могли, ну, как я формулирую этот вопрос, чтобы мы могли более четко и понятно отвечать. Итак, давайте просто рассматриваем первый проект «Гранд Бай Азизи» написано от 136 тысяч долларов, сдача четвертый квартал 2024 года. Ам, Ахмал, вам слово. Да, мы начинаем презентацию, с вашего позволения, Филипп. Первая презентация, первый проект, который мы хотим презентовать, называется «Гранд от застройщика Азизи», который на рынке недвижимости в Эмиратах, в Дубай, с 2007 года. Это очень, скажем, достаточно крепкий застройщик, авторитетный, который зарекомендовал себя с лучшей стороны. Этот проект уникален тем, что по локации он находится в новом районе, район называется «Дубай спорт сети», дубайский спортивный городок. Очень хорошая локация, до любой локации, там, плюс-минус 15 или 20 минут, и здесь, сразу скажу, есть сразу два, две трассы, да, по которым можно продвигаться до Дубая Марина, до Пальмы, до аэропорта. Сразу две трассы, если одна трасса там с трафиком, с пробкой, другая трасса обязательно будет свободной. Поэтому, чем уникален этот проект, он продается, у него есть студия, однокомнатная, двухкомнатная квартира. Студия будет полностью оборудована не просто кухней, да, кухонной гарнитурой, как обычно бывает в некоторых проектах, у нее будет также стиральная машина, кухонная плита, то есть все готово для того, чтобы, то есть вам нужно будет всего лишь купить мебель. Здесь идет готовый ремонт, готовый отделочный ремонт, потолок 3 метра 250 сантиметров, 3,25, то есть достаточно высокий потолок для того, чтобы жить, да, в комфортабельной квартире. На данный момент цены очень хорошие. Да, чуть-чуть, да, про поводу потолки, на самом деле, это сейчас, может быть, скажет наш зритель, что слишком сильно уходим в детали, да, но мы именно очень сильно обращаем внимание на вот эти детали, потому что они как раз определяют стоимость ликвидности по этому проекту, потому что высокие потолки, это не стандарт, они могут быть разные, да, и вот все вот эти вот маленькие детали, они как раз составляют доходность, которую вы получите. Все, из них больше не вмешивается. Так, данный проект состоит из первого этажа, здесь будет ритейл-центр, то есть магазины, кофейня, далее идет 4 наземных парковочных этажа и 15 этажей жилых комплексов, то есть по нашим меркам это будет 20 этажей, да, а по меркам бывает 15 этажей, только residential, жилых комплексов, и на данный момент там до 7 этажа все продано, до 7 этажа все продано, начиная с 8 этажа, сейчас вы можете купить некоторые квартиры, которые остались. Здесь очень быстро продается квартира, тем более этот проект уникален тем, что это уже будет сегмент небюджетного типа, потому что у него будут все удобства, кроме бассейна элементарных. Здесь также будет баскетбольная площадка, здесь будет теннисный корт, мини-теннисный корт, падаль-теннис, говорят, также здесь будет беговая дорожка. То есть все современно, барбекю-зона соответственно для компаний, и самое главное, что в этом районе, почему именно этот район, локация Дубай-Спорт-Сити, средняя, то есть самое высокое пожилое возраст этого района составляет 38 лет. Это достаточно молодой район, и достаточно молодые люди в нем живут, потому что здесь очень много, здесь очень много сейчас строится, строится, то есть стройка фактически завершена в этом районе, рядом с этим проектом не будет никаких строек, не будет никакого шума, все, скажем так, стандартно в режиме спальных районов, поэтому этот проект предполагает, что на аренде вы получите очень хорошие доходы от инвестиций, потому что вам всего лишь нужно будет купить мебель, с чем мы и вам поможем без проблем, кухня готова, все есть, потому что отчасти стиральная машина, кухня и плита, это тоже расходы. Акмал, еще тогда такой вопрос хочу, может быть это не только к данному проекту относится, вы называете цену, самые бюджетные варианты, вот именно в этом проекте, это нижние этажи, или наоборот верхние? Да, сейчас на верхние этажи уже подороже продаются, потому что верхние этажи в Эмиратах, отчасти в Дубае, считаются дорогими по ценам, да, поэтому, ну, зависит от района опять-таки, потому что лагуны, если мы берем, сейчас там тоже презентуем, там наоборот, нижние этажи, да, продаются дорого, здесь соответственно, выше седьмого этажа, да, будет подороже, здесь имеется три вида, из квартиры, на данный момент продаются, видно парк, видно дорогу, на трассу, да, и видно бассейн, на внутренний бассейн, вот, поэтому в этом плане здесь очень хороший проект, для тех людей, которые хотят приобрести, нужно всего лишь, сейчас, всего лишь нужно внести передоплату в размере, там, пять тысяч дирхамов, это, скажем, полтора тысячи долларов, да, и потом в течение двух недель они могут оплатить остальную сумму, 20% от общей суммы квартиры, плюс 4% ДЛД, это земельный сбор, единоразово оплачиваете, плюс административный сбор от застройщика, там, полтора тысячи долларов стоит, то есть это единоразово, все, далее, через шесть месяцев вы оплачиваете 5%, еще, еще, еще 5%, то есть проект идет с рассрочкой, уникальность проекта в том, что она идет с рассрочкой до 24-го года, до стройки, то, сдачика под ключ, хорошо, смотрите, у нас еще есть несколько проектов, поэтому давайте чуть, по возможности, покороче, возьмем с них, следующий вариант, пожалуйста, следующий проект, Luma 22, от застройщика TownX, это франшиза Luma 22, что такое франшиза, то есть это супер проект, который имеет свой успех, это предыдущий проект был Luma 21, этот район представляет GVC, очень семейный, самый семейный район Дубая, очень много зелени, очень много парков, 33 парка, если быть точным, из которых половина парка имеет парк с домашними животными, здесь вы спокойно можете жить с домашними животными, предусматривает такое удобство. В чем плюс данного проекта? Данный проект будет построен в виде пятиугольника, и в центре которого будет огромный парк с огромной площадью 4,5 тысячи квадратных метров, это супер рекорд для данного района, можно так сказать, если не в Дубае, поэтому здесь будут все удобства, раздельный бассейн, раздельные сауны, раздельный фитнес-зал, детская площадка, барбекю-зона, кинотеатр, не выходя из своего, скажем, дома, из своего комьюнити, вы внутри можете устроиться, внутри можете прогуляться, в чем плюс данного проекта? Это уже готовый проект, рядом находится школа, вилла готовая, рядом находится еще и небоскреб, то есть никаких строек, никакого там шума не будет, поэтому этот проект очень уникальный, очень уникальный. Я тут добавлю, что в принципе те, кто в Дубае периодически бывают, они прекрасно знают район GVC, это не новый район, там достаточно много люксовых объектов, то есть это не какой-то там специальный новый район, то есть там полностью простроена вся инфраструктура, как раз очень семейный район, очень многие берут семьями, и, ну, то есть это абсолютно готовое комьюнити, да, и то, что там есть вот эти бюджетные, более бюджетные варианты, это очень-очень большой плюс сейчас для наших клиентов, потому что в целом там, ну, где-то там от полумиллиона обычно цены начинаются на квартиру. Окей, хорошо, давайте посмотрим следующий проект, который у нас есть, и я про это, ну, единственное, что хочу заметить, он малоэтажный, да, вот, ну, что он говорит, четыре этажа, и этот полумиллионный. Здесь пять этажей будет, Luma-22, да, здесь пять этажей будет, но здесь большая площадь, во-первых, очень много юнитов, и самое главное, все рядом для тех людей, которые будут покупать не только студию, но и однокомнатную, двухкомнатную квартиру. Здесь тоже идет с готовой кухней, но без, скажем, но без кухонной плиты и стиральной машины, но с готовой кухней отделка отличная, все итальянское, немецкое, Smart System Home, Service Charge составляет 12-14 дирхамов за square feet. Ну, об этом мы поговорим уже в процессе сделки, что такое Service Charge, и другие аббревиатуры, я все подетально объясню. Доход от инвестиций в данном проекте Luma-22 ожидается 8-11%, 10-11%, потому что Luma-21 уже имеет такую доходность, это помесячно, если мы говорим на год, то это 7-8%, чистыми, имеете в виду. Смебилируете, активируете все, и мы делаем, находим арендатора. Хорошо, следующий проект? Следующий проект, это тоже франшиза Westwood Grand 2 от застройщика МТАС, тоже новый застройщик, достаточно хорошо зашел на рынок. Я как раз, да, про этот проект говорила, приводила в пример, да, то есть это вторая очередь проекта Westwood Grand, и вот в первую очередь на 15-20% за год выросла стоимость квартиры у тех клиентов, которые зашли около года назад в него. Так, ну, давайте несколько слов тогда Акван подрастанем. В чем его особенность? Особенность данного проекта в том, что он тоже находится в районе GVC, рядом находится торговый центр Новый Circle Mall, который был недавно построен в этом районе, а рядом находится отель Fife, достопримечательность данного района, очень много парков, школы, да, все рядом, и самое главное, данный проект идет полностью с мебелью. Вот, полностью с мебелью, имеете в виду полностью с мебелью. Вам просто нужно взять свои чемоданы и приехать. С мебелью имеется даже, даже есть шторы, если так, на секундочку, да. Этот проект уже имел успех, предыдущий Westwood Grand 1, и даже вырос в цене. Westwood Grand 2 тоже быстро очень слетел, потому что А, полностью с мебелью, Б, не надо ничего там покупать, и С, самое главное, просто нужно будет сдавать в аренду, активировав коммунальные услуги. Все. А есть такая, если, понятно, об этом говорит, не очень корректно, но тем не менее, вот, стоимость мебели и вот этого дизайна, как ее можно отричить? Понятно, что есть, ну, трудозатраты, которые человек тратит просто на обустройство, это время, это то, что люди хотят, ну, сколько такая история прибавляет к цене, можно ли как-то это представить себе? Вы имеете в виду, сколько будет стоить мобилировка квартиры? Ну, да, вообще, как вот в таком ключе, если ты делаешь... Зависит, зависит от вкуса инвестора, некоторые инвесторы хотят по бюджету, если мы говорим, самый такой бюджетный вариант, средний бюджетный вариант, после которого арендатор будет брать аренду, опять-таки, мы знаем рынок, мы знаем вкус арендатора, какие там удобства должны быть, в студии, давайте про студию скажем, в долларах я скажу, это в среднем будет стоить 5-8 тысяч долларов, имеется в виду. То есть, это тот самый необходимый минимум, который должен потратить на мебель, на обстановку, после чего человек не побрезгует в твоей квартире пожить. Да, опять-таки, почему мы предложили проект полностью с мебелью, потому что, согласитесь, Филипп, что за мебелью тоже нужно будет сходить, если, я это как разно говорю. Да, и самое главное, потратить свое драгоценное время. Но, но вы не выезжая, опять-таки, он может обратиться к нам, мы это делаем, но опять-таки, он опять тратит деньги и время, а здесь он просто все, активирует услуги коммунальные, и все. Как вообще определять, там какой-то стандартный пакет мебели, стандартная расцветка и так далее, или ты во время покупки что-то можешь выбирать? Вы имеете в виду проект 200 Grand 2, который, как раз, мебель идет. Мебель идет от застройщика, мягкая, если мы говорим про мягкую мебель, мебель представляет собой итальянский бренд, кухонная гарнитура, немецкий бренд, Siemens, двери достаточно хорошего качества, сантехника точно, Милана, Италия, вот мы можем, после того, как к нам обратятся клиенты, инвесторы, зрители, легко мы можем показать им шоу-рум, видео отправить, как будет выглядеть квартира, будущее, поэтому каждый застройщик имеет свой шоу-рум, скажем, примерный, примерную студию, которую будет включать вот это все, даже там будет наподобие Алис, что именно везут Гранда 2, я имею ввиду, если там выключить свет, этот робот, умный дом, технология, дом, поэтому вот уникальный проект. Перед тем, как мы перейдем к следующему проекту, я попрошу в чате контакты написать наших коллег, с ними можно будет связаться сразу по завершении вебинара, кому это будет актуально, давайте смотреть дальше, следующий проект, опять, цена опять на 100 меньше, было 245, 152, пожалуйста. Да, следующий проект называется Oxford Gardens от опять-таки нового застройщика Iman, про, немного, немного слов про нового застройщика, нужно подчеркнуть, все-таки, у них первый проект был, называется Oxford, он находится в GVC, этот проект будет построен в Арджане, то есть, это другой соседний район, в котором главная достопримечательность Дубая, один из главных, Miracle Gardens, все были там, все туристы знают, что такое сад, Miracle Gardens и сад бабочек, там сразу два, поэтому у данных застройщик имел большой успех, после того, как он построил Oxford, такой проект Oxford, GVC, четырехэтажный дом, очень хорошее качество, наподобие ближе к Эллинтону, почему? Потому что сразу все инвесторы, все клиенты полюбили, и, соответственно, сейчас из-за того, что был успех, сразу раскупили, застройщик переехал, то есть, поменял свою штаб-квартиру, свой офис на Dubai Hills Park, это самое лучшее, богатое комьюнити в Дубае, может быть, это не имеет никакого значения, но нужно подчеркнуть, потому что не каждый застройщик, не каждая компания может себе позволить быть там, поэтому в чем плюс данного проекта, Oxford Gardens, во-первых, как я сказал, здесь достопримечательности Дубая, а во-вторых, проект достаточно хороший тем, что здесь сервис чарджинг немножко пониже, чем у других проектов, 10-12 дирхам со сквайотит, об этом мы подробнее поговорим, проект будет построен в первом квартале 25-го года, бассейны будут как на крыше, так и в некоторых квартирах, которые вы будете покупать, здесь в студии, однокомнатные и двухкомнатные. На секундочку, вот на сегодняшнее утро нам сказали, что остались всего две студии и четыре однокомнатных квартиры, хотя этот застройщик попозже всех других проектов, которые мы презентовали, попозже всех делал launch, то есть, да, открытие проекта сделал. Это уже... Я, простите, хочу по этой картинке, чтобы просто было понятно. Вот верхний этаж, это общая зона, а этаж ниже, и вот тут справа другой бассейн, это уже... Это уже частный дом, да. А верхний этаж это общая зона доступа такая. Да, зона доступа, барбекю-зона, можно сказать, прогулочная зона, вот здесь будет также, вот как вы видите, спортивная площадка, баскетбольный, теннисный корт, то есть, очень красивый бассейн, они делают, они заходят на рынок, учитывая, скажем, потребность, спрос клиента под сегмент, под сегмент эконом режима, но на качественном уровне, я бы так сказал. Поэтому мы и предлагаем нашим клиентам, хорошо, у нас арой будет составлять, да, арой будет составлять 7-9 процентов и 6-8 процентов на 30-е зоны. Окей, смотрим следующий, у нас два проекта у нас еще осталось. Да, Onyx, Bingati, ну, я думаю, что наши зрители знакомы про застройщик Bingati, он достаточно популярен, это арабская, арабская компания, у нее богатый опыт, у нее есть свой стиль, скажем так, постройки, да, жилья, у нее свой стиль, имеется в виду, можно сразу отличить, у них балконы специальные, такие, желтого-оранжевого цвета, да, как вот, пчелиные дома, поэтому, у них нету студии, у них всегда начинается от однокомнатных квартир, и у них нету рассрочки, надо будет до конца, например, до конца стройки, оно будет построено в первом квартале 24-го года, нужно будет оплатить, сначала там 30, а это вот что, вот нет рассрочки, это как, то есть, нет рассрочки, имеется в виду, такая позиция, вот в чем это связано, да, именно этот застройщик, бенгати, да, он чем, чем отличается от других застройщиков, тем, что он не предлагает рассрочку, он в указанный срок потребует свою сумму, потому что они до завершения строительства, уже 100% берут от клиента, от инвестра, он уже собирает бюджет, вот, и этот проект уникален тем, что он будет рядом с Circle Mall, это сейчас новый торговый центр в районе GVC, это небоскреб, для того, чтобы вы знали, предыдущие проекты не были небоскребом, вот этот небоскреб, бенгати, оникс, вообще бенгати в этом районе, GVC, уже построил два проекта, и до 2024-го года будет строить еще порядка 6 проектов, но все проекты, которые, кроме вот оникса, они все проданы, Крест, Лума и т.д. и т.п., они все проданы, вот этот проект, они объявили, здесь на данный момент доступны однокомнатные квартиры, двухкомнатные, конечно, вот. Я также хотела, обратить внимание по этому проекту, что срок сдачи первый квартал 2024-го года, да, несмотря на то, что рассрочки нет, это проект, который очень быстро уже будет достроен, и вы быстро сможете уже в нем жить или сдавать его. Окей. Ну и тогда давайте еще в одном проекте переговорим и перейдем уже тогда к процедурам, которые важны. и так, следующий наш проект завершающий. Да, завершающий проект от Азизи, почему этот проект, он, этот проект, прямо находит, сейчас расскажу, скажем, резюмирую, где он находится по локации, он находится на районе Мухаммад бен Рашид Сити, если говорить, для того, чтобы все понимали, это Мейдан, есть такой район Мейдан, премиальный в этом районе, каждый год проходит, здесь находится ипподром главный, да, в Эмиратах, здесь проходят скачки, чемпионат мира по скачкам, здесь есть главный дворец тенниса, дворец спорта, дубайский, и рядом находится заповедник, эмиратский Рассальхор, очень редкие птицы, очень редкие деревья. Вот, чем уникален данный проект? Проект будет состоять от 75 таверов, зданий, ривьера, оно будет похоже на французскую ривьеру, почему, потому что в 2026 году по мнению застройщика, а в 2027 году по уже утверждению земельного департамента Дубая, здесь будет построена лагуна, та самая лагуна, о которой говорила Анна, эта лагуна будет объединять все четыре фазы, то есть данный проект состоит из четырех фаз, из четырех, скажем, мини-районов, это будет большое комьюнити, очень большой район, и здесь квартиры также доступны, здесь есть и готовые, и не готовые, которые будут построены в 2026 году. На данный момент первая, вторая фаза готова, первая фаза уже заселены люди, там тоже есть на продажу студии однушки, двушки, вторая фаза будет сдана в течение трех месяцев, третья фаза будет сдана в следующем году, а четвертая фаза будет завершена уже в 2026 году, когда, соответственно, будет построена и лагуна. В чем плюс главного проекта? В том, что здесь будет лагуна, согласитесь, после постройки лагуны цены не только на аренду, но и на перепродажу взлетят, соответственно, это, во-первых, будет большой спрос со стороны туристов, здесь будет туристическая зона, как я сказал, рядом находятся Мейдан, скачки, заповедник, рядом будет находиться пляж еще, частный, соответственно, лагуна, и это уже будет порождать что? Порождать большой спрос как на аренду, так и на... Здесь самое главное локация до Дубая-мола 5-7 минут. Вот тут на картинке лагуна еще не изображена, но, условно говоря, в реальном сетной точке будет, собственно, вот этот вот выдающийся. в 27-м году должна быть построена лагуна, там уже во всю идут работы, и это как раз проект, в котором все наоборот, то есть вот эти вот нижние позиумные этажи, они будут создавать ощущение такого жилья на пляже, и, соответственно, здесь те этажи, которые с выходом на воду, они будут самые дорогие и самые прибыльные с точки зрения аренда. Вот, из всех проектов это тот проект, по которому мы ожидаем наибольший рост по стоимости он сдаст в 25-м году, а в 27-м году мы ожидаем минимум, ну, не минимум, где-то в среднем 40-40% прироста по этим квартирам. смотрите, вы, во-первых, коллеги, вот эту презентацию, если нужно, я думаю, специалисты Just Prime Home пришлют, но можно обратиться к ним напрямую, чтобы получить какую-то более подробную консультацию, как раз презентация-презентация, но лично вообще мне ничто не заменит. Вопрос у меня такой, вот смотрите, мы показали сейчас там шесть разных объектов. Вот, выбирая между ними, что реально человек выбирает, почему он предпочтет объект А, а не объект Б, это тем более что-то по сути рендеры, это все-таки район, это визуальное что-то, это цена, потому что все-таки разница, просто еще она тоже существенная. Анна, по вашему счету, на что же должен человек сам себе ответить при таком выборе? Есть такой важный момент, да, что резидентская виза дается в Дубае при покупке жилья от 205 тысяч долларов, да, здесь у нас некоторые объекты дешевле, чем эта сумма, соответственно, если вы рассчитываете и на получение резидентской визы, вам нужно рассматривать объекты дороже. Первый момент, второе, я думаю, что для многих, да, то есть разница между 150-ю и 250-ю тысячами все-таки достаточно значительная, я думаю, что здесь клиенты должны смотреть на свой бюджет, вот, ну и третье это доходность, просто деньги, которые клиент может заработать на покупке и на сдаче в аренду, я думаю, что... Акмол, добавьте что-нибудь, добавлю, что застройщик Азизи, два проекта, которые мы сейчас предоставили, они дают определенную скидку на свои квартиры, да, скидочный бонус существует, поэтому это делает, скажем, плюсом этого застройщика, на данный момент, это временно, да, на стадии месяца Рамазана существует скидка определенная, мы можем предоставить, взять скидку. Ну что ж, Анна Жарова и Акмол Зулой компания Just Prime в завершающей части нашего выпуска, нашего общения, Акман, то, что вы хотели рассказать и то, что вообще важно по поводу процедуры покупки, как вообще все происходит, с чего начать, куда звонить, куда бежать и так далее. Да, очень самые острые, накопившие вопросы всех инвесторов, мы заметили, что каждый инвестор, который обращается к нам, они часто спрашивают следующие вопросы, на которые мы сейчас должны ответить. Во-первых, как проходит процесс сделки, с чего надо начинять и как надо продолжить этот процесс сделки. Во-первых, после того, как мы презентуем те или иные проекты, вы выбрали, допустим, конкретный проект. Что надо сделать? Во-первых, мы скажем сразу, какие дополнительные расходы будут на этот проект, потому что каждый инвестор, после того, как он купил ту или иную квартиру, у него не только будет цена на квартиру, но у него будет дополнительные расходы, как единоразовые, так и помесячные или годовые. Итак, начнем. Первый момент инвестор должен знать, что кроме цены на квартиру, здесь существует единоразовая оплата, сразу, оплачивается как 4% DLD. Что такое 4% DLD? Это сбор, государственный сбор земельного департамента Дубая, Dubai Land Department. Когда вам брокер, риэлтор говорит, что кроме цены на квартиру 20 плюс 4, 30 плюс 4, 4% имеется в виду именно вот этот конкретный момент, 4% вы оплатите от общей суммы квартиры земельному департаменту Дубая. Так как вы физически не можете оплатить и отправить на его счет банковский, этим занимается уже застройщик. То есть он сам распределит по своей бухгалтерской линии, здесь упрощенная система идет, это определенный бонус инвесторов. Это первый момент. Второй момент, кроме 4% DLD существует административный сбор от застройщика. У каждого застройщика есть своя цена. Минимальная сумма составляет 400 долларов, максимальная сумма например 2000 долларов, если мы говорим в валюте доллара. Поэтому не надо путаться в отношениях, а почему Азизи мне предлагает 2000 долларов административный сбор, а там х мне предлагает 400 долларов. Все это зависит от застройщика. У них есть свои потребности, свои спросы. Это не стандартная ситуация. То есть это не регулируется земельным департаментом Дубая. Каждый застройщик сам знает, сколько собирать ему. Каждого инвестора. Это мы сказали про единоразовый платеж. Один раз заплатили, все, на этом холост. Следующий момент. Что происходит дальше? Квартира готова, вы должны на нее заселяться, пошли к застройщику вместе с брокером или брокер пошел, взял ваши ключи, как официальное лицо. Застройщик ему говорит, а надо активировать следующие коммунальные службы. сервис, чардж, деву, газ, интернет, свет. Что такое сервис чардж? Начнем с этого. Вот я в каждом проекте сказал, что сервис чардж будет составлять от 10 до 12 12-14 дирхамов за square feet. Что это означает? У каждого проекта, как мы видим, есть свои удобства. Бассейн, спортивная площадка, фестивный зал, кинотеатр и т.д. и т.п. 24 часа охраны. это все надо будет сохранить целости и сохранности. Во-вторых, за этим надо будет ухаживать и обновлять инвентарей. В лобби что-нибудь и освещение также. Свет горит постоянно, кондиционер работает внутри каждого здания. За это надо будет оплатить. Кто оплачивает? Естественно инвестор. Сколько будет стоить сервис чардж? Зависит от типа квартиры. Если вы купили студию там вы будете умножать например условно говоря в среднем скажу 14 дирхамов на 500 square feet выйдет ваша сумма. Если вы умножите эту сумму на 14 дирхамов которые вам брокер скажет выйдет ваша годовая сумма. Напоминаю в дирхамах. Дирхамах. Вот сейчас я вам посчитаю и в долларах например скажу вот 14 на 500 это будет 7000 дирхамов в долларах это будет почти 1920 долларов. Внимание! Эта сумма оплачивается каждый год по квартально. Эта сумма не оплачивается каждый месяц или каждый день. То есть этим не занимается уже застройщик. Понимаете? Да? Этим не занимается там другие коммунальные службы. Этим занимается контрактер, который после того как застройщик завершит свою работу контрактер условно говоря другая дочерняя компания будет этим заниматься. Как управляющая компания наверное. Поэтому вы можете спокойно это право передать своему брокеру чтобы он за вас все это оплатил. Следующий момент вам нужно будет подключать ДЭВу. что такое ДЭВа. Дубай Electricity and Water Authority. То есть дубайская вода дубайский свет и вода. То есть есть один счет свет вода и кондиционер. В некоторых моментах свет вода в некоторых моментах свет вода кондиционер. Есть один счет он приходит ежемесячно. Если у вас студия если вы 24 часа вот это все используете вам будет приходить счет в среднем 500 дирхамов это 140 130 140 долларов в месяц. Кроме этого так вот для того чтобы подключить ДЭВу вам нужно будет сразу заплатить 2130 дирхамов сейчас я вам скажу в долларах чтобы 584 доллара я округлил до 580 сразу надо это просто активация это не оплата из это просто активация вы активируете на свое имя на имя филиппа вы активируете квартиру студию 505 и активируете свет газ воду свет включен вода работает кондиционер работает вы должны активировать еще и газ это 50-100 долларов за это вы должны будете оплатить за активацию газа у вас газ есть все супер теперь вам нужно активировать что интернет потому что 21 век вы должны работать интернет будет подключен подключен за 150 10 долларов сразу скажу в дубае вообще в эмиратах интернет самый дорогой по-моему дорогой чем в россии это 100% в россии он более дешевый копеечный здесь очень дорогой и самое главное после того как вы активировали интернет теперь будет идти оплата за коммунальные счета свет вода газ и интернет самый дорогой самый дорогой счет придет естественно за интернет потому что там в среднем 130-150 долларов вы должны быть вместе оплачивать это 400 дирхам минимум поэтому а свет газ газ самый низкий самый низкий счет самый скажем так низкий счет придет на газ там условно говоря 55 дирхам это 12-15 долларов в месяц это unlimited у них газ свет в среднем придет 150 долларов свет вода и есть проекты которые отдельный счет за кондиционер идет тоже там 50-75 максимум 100 долларов вот такие счета вы должны будете оплачивать сначала активировать как я сказал на записи наверное не посмотрят и сумму они сами узнают статья и самое главное изи месячные надо будет оплатить теперь внимание почему мы после того как презентацию делаем презентуем проекты и говорим о котором сегодня много говорили доход от инвестиций теперь возникает следующий момент как инвестор может оплатить вот это все удобство так он может сдать в аренду как помесячно так и на год здесь тоже есть отличие о котором мало кто говорит это надо знать если вы сдаёте в аренду например помесячно свою квартиру все абсолютно все счета оплачиваете вы сами ну как вы сами то есть вы сами оплачиваете и все но если вы сдаете на год вы говорите своему риэлтору что я хочу сдать на год кроме сервис чарджа вы по-любому сами оплачиваете кроме сервис чарджа другие счета автоматически арендатор который берет на год он берет на себя он оформляет на себя на год как арендатор не как владелец и он сам будет оплачивать только сколько будет нужно потому что счет будет переходить на его электронную почту если он не оплачивает там огромные штрафы как арендатор здесь очень суровый закон для арендатор как и для владельцев поэтому вы должны будете это знать если помесячно в чем прелесть помесячной аренды и в чем прелесть на год аренды есть локации которые вам легче всего сдать нам легче скорее всего сдать помесячно например те проекты сегодня сказали живи спор сити арджан это промесячную аренду она идет с легкостью человек взял на минимум на месяц на три месяца это отличный результат почему потому что он зашел жил в удобной квартире с мебелью он оплатил вам вы соответственно с этого оплачиваете все свои счета все в чем прелесть годового годовой аренды там уже по чеку идет и там человек должен быть резидентом эмиратов внимание не не резидент не имеет права снять если арендатор не резидент ему не предоставляется аренда на год потому что он будет числиться в системе эджаре это контракт аренды на год который будет зарегистрирован мы зарегистрируем в системе дел земельного департамента дубая потому что на год это уже как бы своя квартира поэтому все счета будет оплачивать опять-таки с этих счетов с прибыли которые вы получите вы можете оплатить по квартальной или сразу на год что сервисный сбор вот этот момент про то какие деньги нужно оплатить условно говоря инвестор вот такой момент они должны быть прежде чем наверное мы там вопрос есть от константина обсудим сейчас я просто хотела добавить что у нас сейчас есть акция что всем нашим клиентам которые приобрели через нас квартиру мы дарим первый год управления недвижимостью в подарок то есть это как раз услуга для инвесторов в которой мы полностью берем на себя все все заботы и дела которые связаны с сдачей квартиры в аренду подключаем коммунальные услуги находим арендатора общаемся с арендатором решаем всякие мелкие вопросы то есть это то что позволит вам не беспокоиться и не тратить на это время просто получать регулярный доход от аренды там на свой кошелек ну вот вообще как оценить эти расходы есть вот подобные услуги они по-разному считаются иногда это какой-то процент иногда это фиксированная стоимость но в среднем это до 5000 дирхамов то есть это полторы тысячи долларов и вопрос константина пожалуйста я хотел письменно написать но сейчас скажу есть также такие термины как во-первых ухуд во-вторых спа в-третьих title did что это означает во-первых когда вы первоначально первоначальный взнос оплачиваете например на филипп вы оплатили 30 процентов плюс 4 процента делали плюс административный сбор вы вот это все оплатили 30 процентов не там 5 процентов не 10 процентов а 30 процентов указанный указанный фиксированный момент вам застройщик отправляет константину да отправляет что укут первый сертификат о том что подтверждающий сертификат о том что константин или филипп являются обладателями данной квартиры потому что уже первоначальный взнос оплатили оплатили также сбор земельного департамента дубая и оплатили что застройщику это первый момент это укут называется второй момент когда укут подготавливается вы подписываете со своей стороны со своей стороны подписывает застройщик вам предоставляется SPA SPA тоже аббревиатура которая означает sell and purchase agreement договор о купле-продаже обычно оно состоит в среднем 30-70 страниц у каждого застройщика по-разному стандарт поэтому SPA что такое SPA все вкратце в нем будет права и обязанности а также форс-мажурные ситуации как застройщика так и инвестора клиента SPA готовится две недели со стороны застройщика две недели это две недели имеется ввиду рабочие недели чтобы вы знали сейчас рамадан пятница суббота воскресенье off потому что рамадан и так каждый день до двух работают застройщики в остальное время пятница тоже считается рабочим днем то есть пять дней вы не думайте что суббота воскресенье тоже включено поэтому не включено следующий момент после того как через две недели SPA предоставляется вам застройщик спрашивает запрашивает вас вы будете подписывать это физическое то есть мне отправлять в Россию чтобы вы прочли там и подписали или же если вы можете подписать цифровом формате онлайн потому что сейчас везде интернет онлайн если вы говорите физическое здесь отличие есть физической форме сейчас как мы знаем в России не работает поэтому она раньше доходила за неделю 3 дня от 3 дней до недели сейчас это занимается до месяца сразу скажу если те любители которые хотят физически прочесть перевести спа все все документы будут на английском языке не на арабском не на русском на английском это стандарт поэтому после того как спа вам отправлен вы подписали со своей стороны со своей стороны должен еще подписать кто застройщик глава застройщика менеджер застройщика это тоже займет время филипп вы подписали отправили из россии в эмират сколько займет времени чтобы застройщик подписал месяц это вы должны знать вы не должны у риэлтора спрашивать через два дня через неделю где успеет будет через месяц когда застройщик подписан после чего после того как он получил на руки не после того как отправили вы из России мы будем спрашивать у застройщика застройщик я получил армал сегодня 13 апреля 13 мая жди ответа или там еще чуть дольше поэтому не беспокой сразу после того как подписан с двух сторон все поздравляем сделка закрыта имеется ввиду в том что стопроцентно партия числится за клиентом застройщик стопроцентно будет удовлетворен тем что он заплатил после того как вы оплачиваете остальную сумму рассрочку если есть такие проекты в которых после того как проект будет готовым все равно имеется рассрочка что в таком случае что в случае бенгати начну сбегать бенгати он не предлагает рассрочку он говорит до завершения строительства надо сто процентов после того как застройщик получил все сто процентов здание здание будет еще месяц как минимум что на рассмотрение унивестора то есть что это означает допустим ваша квартира готова проект готов филипп мы приглашаем вас в дубай если вы можете физически присутствовать на на своей квартире если есть какие-то там я не знаю там форс-мажорной ситуации там дверь не та или там что-то там розетка там минимально она она через две недели вот это делает фикс то есть она вот это все делает я имею застройщик застройщик удовлетворить ваши потребности вот когда вы ключ получили вы ключ получите да после этого вы получили ключ получен какой главный документ будет дан инвестору клиент title did это но если хотите это техпаспорт вашего этого техпаспорт вашего квартиры в котором будет в котором будет за сколько вы купили квартиру самое главное чтобы узнать свой доход от инвестиций в будущем за сколько вы купили какая площадь какая локация как называется билдинг кто застройщик потому что на перепродажу оно понадобится поэтому вот такие моменты вот уход спа и title did вкратце так сказать надеюсь что смог объяснить по датам еще раз просто чисто цифры да цифры три назовите пожалуйста срок подготовки срок регистрации и получения срок подготовки две недели срок регистрации вы имеете успеет до регистрация месяц месяц получение а тут тоже неделю две ну что ж дорогие друзья полтора часа более-менее уложились я думаю что какие-то вопросы наверняка остались может быть у наших зрителей Анна Акмал контакты компании на экране в запись вебинара мы сегодня вечером скорее всего уже опубликуем ее в телеграм канале и на ютубе соответственно вы сможете посмотреть контакты компании здесь там же в описании контакты компании Just Prime Homes будут следующий момент статья выйдет в конце этой в начале следующей недели в ней отдельно наши эксперты представят те проекты о которых мы говорили сегодня кому интересно я думаю правильно будет все-таки чтобы вы обратились к эксперту Just Prime Homes за презентацией потому что она собственно не наша мы ее соответственно отправим те кто уже по запросу кому она для кого она актуальна будет Анна пожалуйста вам слово звук звук подключаем и у нас сегодня со звуком легкие трудности но еще страшно прошу прощения хочу поблагодарить всех кто сегодня нас слушал было очень много деталей сегодня много цифр такой сложный достаточно вебинар получился надеюсь что полезный у нас очень много разных опций мы максимально стараемся оказать хороший классный сервис нашим клиентам чтобы они остались довольны поэтому обращайтесь мы всегда на связи ну что ж дорогие друзья Анна Жарова руководитель направления Объединенные Арабские Эмираты компании Just Prime Homes Ахвалы Бадулоев эксперт по недвижимости в Эмиратах он был наших экспертов там сейчас как раз находятся так что если вы сейчас в Дубае милосте просим общаться просто напрямую подъехать можно в ближайшее время у нас будет еще несколько интересных вебинаров в частности с экспертами Just Prime Homes компания занимается не только эмиратами но сегодня в центре внимания были эмираты недорогая недвижимость коллеги спасибо вам большое вопросы можно теперь задавать будет напрямую контакты в чате есть с вами был Филип Березин Прян Невижимый за рубежом спасибо и до конца до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания